Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC в студии Елены Косолаповой. В этом выпуске поговорим о Гейдаре Алиеве и о его уникальных экономических реформах. В гостях у нас в студии сегодня директор Института экономики Министерства науки и образования Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Назим Музафарли. Назим Алим, здравствуйте, добро пожаловать! Добрый вечер! Назим Алим, 15 июня – очень важный день в истории Азербайджана. Сегодня отмечается День национального спасения, и этот день знаменует собой день возвращения к руководству уже независимого Азербайджана общенационального лидера Гейдара Алиева. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, какую роль этот день сыграл в истории Азербайджана? Ну, это был переломный день. Страна на глазах разваливалась. Пришел сильный лидер и шаг за шагом постепенно собрал все в кулак и фактически создал современный Азербайджан. То есть, по сути, это начало отсчета современного Азербайджана, начало строительства современного Азербайджана. Ну, тут интересный момент, что Гейдар Алиев, он вернулся к власти в 93-м году, вернулся он по просьбе, по приглашению азербайджанского народа. Ситуация, как Вы сказали, действительно была ужасная. Экономический кризис, глопирующая инфляция, пустая казна, плюс политические проблемы, война с Арменией, оккупация земель, сепаратистские настроения в ряде регионов. Как Вы считаете, откуда было понимание, что Гейдар Алиев – это именно тот человек, который сможет со всеми этими проблемами справиться и их решить? Ну, во-первых, народ знал его по предыдущим периодам его правления. Знали, что это сильный человек, это большой государственный деятель, человек, который руководил Советским Союзом. Ну и потом, Вы знаете, у народа есть чутье, помимо всего прочего. И в некоторые переломные моменты народ может определить, на кого надо поставить, кого надо выдвинуть, за кем следует пойти. Так что я думаю, что в сумме вот это все привело к тому, что люди его захотели. И потом в стране, по всей видимости, еще сыграло большую роль то, что в стране практически не было политических деятелей, в той или иной степени равных Гейдар Алиеву. И по масштабу мышления, и по опыту государственного управления, и по мастерству управления социально-экономическими процессами. Я не хочу называть людей, которые в то время были на политической арене, но в принципе они всем хорошо известны. Тут еще надо сказать, что была некоторая безальтернативность, потому что сопоставимых величин не было на сцене. Вот Вы отметили, что действительно народ уже знал по советскому периоду Гейдара Алиева. У нас передача про экономику, поэтому в принципе мы будем стараться больше говорить про экономику. Хотя, конечно, достижений у Гейдара Алиева есть огромное количество практически во всех областях. Как изменилась экономика еще советского Азербайджана за тот период, когда во главе советского Азербайджана был Гейдар Алиев? Ну, об этом очень много говорилось, очень много написано об этом. Надо учитывать, что Советский Союз – это очень своеобразная была страна с очень своеобразной экономикой. Мы могли бы очень долго говорить о том, какая была экономика и что она собой представляла. Ее ложно называли социалистической, хотя она никак не была социалистической экономикой. Основоположники научного социализма представляли социализм совершенно по-другому. То, что было в СССР, никакого отношения к социализму не имело. Но то, что сделал Гейдар Алиев в то время, можно сформулировать так. Он выжил из той системы максимум, что можно было выжить. То есть, система очень жестко ограничивала возможности экономического развития. Система очень жестко ограничивала возможности творческого управления. Но, тем не менее, он смог выжить из этой системы, я думаю, почти максимум того, что можно было выжить. – В советский период, пусть не социалистическая была экономика, но плановая. А с распадом Советского Союза целью было построить уже рыночную экономику, чтобы Азербайджан интегрировался в международную экономику. Был ли какой-то международный опыт, на который можно было на тот момент полагаться в этом процессе перехода на рыночную экономику? – Ну, в общем, конечно, да. Некоторые страны уже тогда осуществляли достаточно серьезные экономические реформы. Но, вы знаете, каждая страна специфична. И вы правильно совершенно заметили, что Азербайджан находился в тисках огромного количества жесточайших проблем. – И в этих условиях еще осуществлять экономические реформы, конечно, было очень сложно. Год тому назад Министерство иностранных дел Азербайджана издало специальный выпуск своего журнала «Мир дипломатии». Этот специальный выпуск был посвящен Гейдару Алиеву. И я был подчинен тем, что мне предложили написать статью в этот журнал. И я написал специальную статью о том, как экономика при Гейдаре Алиеве трансформировалась из административно-командной экономики в рыночную. Это фундаментальные изменения. Я вообще, честно говоря, считаю, что если говорить про самые выдающиеся достижения, конечно, их много, но если говорить про самые выдающиеся достижения, то я бы назвал три из них. Первое – это переход на рыночную систему, перевод экономики на совершенно другие принципы управления. Второе великое достижение – это нефть. И третье великое достижение Гейдара Алиева – это его сын. Он воспитал человека, который повел Азербайджан к победам. И он заложил основу того пути, по которому его сын повел страну. И эти три фактора сопровождают друг друга и помогают друг другу идти дальше вперед. Переход на рыночную систему – это очень интересный и долгий разговор. Но самое главное и самое интересное во всей этой истории состоит в том, что эти реформы в Азербайджане осуществлял человек, который был одним из руководителей командно-административной системы. То есть он был продуктом той эпохи. Не просто продуктом, он был создателем и создателем той эпохи. Он понимал, какие проблемы эта эпоха несет. Вы знаете, я думаю, что человек, который руководил той страной в те времена, он лучше других понимал, что та система в экономическом смысле была невероятно расточительной. Она не была экономной. И несмотря на то, что кто-то придумал когда-то лозунг «экономика должна быть экономной» и так далее, это, кстати, не тавтология, как многие думают, это вполне разумный лозунг, но этот лозунг придумывался потому, что она не была экономной. Она была расточительной. И она большей частью работала не на людей, а на себя. Это была очень своеобразная экономика. Только те люди, которые руководили этой экономикой, они лучше остальных, лучше нас, простых смертных, понимали, что эта экономика невероятно расточительна по отношению к ресурсам. И она фактически не имеет права на существование. Они это глубоко в душе знали. Я полагаю, что Гейдар Алиф, во всяком случае, это знал. Поэтому он искренне взялся за построение рыночной экономики и достиг колоссальных успехов. Вы знаете, ведь многие страны, которые когда-то с нами вместе входили в Советский Союз и потом стали независимыми, они так до сих пор не смогли перейти в рыночную систему в той степени, в которой мы. Многие из этих стран не смогли осуществить земельные реформы, например. Потому что это очень сложные реформы, на самом деле. Земля – это вопрос, который всегда порождает гражданские войны. В Азербайджане земельная реформа, я бы хотел отдельно о ней поговорить. Это одна из первых реформ, которые Гейдар Алиф реализовал экономически. Ну да, но эта реформа прошла в 1996 году. До этого были другие реформы. Некоторые реформы начались до того, как Гейдар Алиф пришел к власти. Например, в Азербайджане цены уже были либеральные, рыночными были. Но это произошло не потому, что Азербайджан осуществил какие-то реформы. Это была вынужденная мера в ответ на либерализацию цен в России. Вдруг получилось, что там цены везде растут по Советскому Союзу. Мы покупаем очень дорого, а продаем очень дешево. Да, вот вы говорили относительно того, что, в принципе, каждая страна уникальна. Какие сложности именно в Азербайджане были на пути вот этой рыночной экономики? И в чем были уникальные решения Гейдара Алиф? Я как раз об этом и говорю. Некоторые реформы были начаты уже. То есть некоторые перемены, я бы так сказал, уже были начаты. Очень долго мы говорили уже про приватизацию и так далее. Но все то, что было, носило половинчатый характер. Фрагментарный характер. Вы знаете, иногда проще начинать с нуля, чем продолжать то, что начато и не совсем так, как хотелось бы. Одним из главных направлений стала приватизация. Каким-то образом мне довелось один раз участвовать на одном из совещаний, которые проводил Гейдар Алиф по приватизации. И я даже имел честь там выступить. Речь шла о государственной программе приватизации малых и средних предприятий. Я помню, с каким вниманием он слушал все выступления, хотя выступления были весьма и весьма противоречивые. Он слушал все. Слушал невероятно внимательно. Я помню, как он меня слушал. Когда я выступал, между мной и залом возникла дискуссия. Мне возразились места. Я попытался ответить. И завязался дискуссия. И я помню, как он внимательно слушал точки зрения, никак не реагируя на все это. Но, судя по всему, это все помогало ему понять всю полноту проблемы. И в последующем это все принимать во внимание. Приватизация прошла весьма и весьма успешно. Я не говорю про некоторые недостатки, которые были. Они бывают всегда и везде при любых реформах. Но я помню, что люди были недовольны тем, что ваучеры стали падать в цене. Ну, были такие вещи. Но главное, что экономические реформы такого масштаба, они почти всегда сопровождаются некоторой социальной напряженностью. Особенно земельная реформа, она практически во всех странах сопровождается социальной напряженностью. И социальная напряженность, наверное, и до этого была, учитывая, какая была инфляция и вообще какое было экономическое положение в начале. Да, но это другое. Есть напряженность, которая порождается непосредственно земельной реформой. Люди на местах начинают выражать недовольство. В Азабаджане был принят в 96-м году закон. В то время я был членом парламента и принимал участие в принятии этого закона. Кстати, я сейчас повторю то, что я говорил тогда. Это был самый революционный, я считал тогда и сейчас считаю, самый прогрессивный закон во всей Восточной Европе о земельной реформе. Он был крайне радикальным. То есть он позволял делать землей все. Можно и сейчас продавать, покупать, закладывать, передавать по наследству, дарить. В общем, вы с землей можете делать все, что хотите. Это очень был радикальный закон. И можно было бы ожидать, что после этого произойдут какие-то социальные столкновения. Но ни эта реформа, ни предыдущие, ни последующие таким столкновением, такой напряженности социальной специфической, порожденной именно этими реформами, не привели. Это достигалось благодаря тому, что управление обществом и общественными процессами проводилось весьма умело. И проводилась достаточно подробная, четкая, объяснительная работа. И люди, в общем, были готовы к тому, что сейчас начнется приватизация, сейчас начнется приватизация земли и так далее и тому подобное. Меня удивляет, иногда поражает, что спустя, ну, не знаю, 20 лет, 20 с чем-то, после тех времен, очень многие наши вполне себе респектабельные и известные экономисты ратуют за возврат назад. Это удивительно. Вы знаете, под предлогом того, что мелкие хозяйства неэффективны и нам нужны крупные хозяйства, очень многие экономисты практически агитируют за возвращение к колхозам и совхозам. В то время как один из тех людей, который стоял, ну, прямо у руля этого колхозно-совхозного устройства, он от них отказался, он знал, что нельзя идти этим путем, он знал, что надо идти по реальному рыночному пути. И он пытался взращивать еще и собственников, бизнесменов, хозяйственников. Я не знаю, может быть, ваши зрители, многие из них, в всяком случае те, которые моего возраста и, может быть, даже чуть моложе, они должны помнить, что Гейдарьев проводил в свое время регулярные встречи с предпринимателями. Причем, что ведь было интересно, он начинал эти встречи, потом отпускал, скажем так, в кавычках, из зала государственных чиновников, они шли заниматься своими делами, он оставался один на один с этими предпринимателями, предлагал им говорить все, что им вздумается, рассказать ему о том, что им мешает и так далее. И буквально на сей день, через день, через два, через три принимались государственные решения. Например, я помню, что одним из таких решений, подобных решений, стало то, что правоохранительным органам запретили проверять частные предприятия. Буквально после такой встречи, потому что предприниматели пожаловались, извините, пожаловались ему, что правоохранительные органы не дают просто работать, не дают дышать. И он на следующий день издал указ. То есть он узнавал о проблемах из первых уст и очень оперативно решал. Вопрос не только в том, чтобы узнавать. Вы знаете, это означает, что человек выращивал частных предпринимателей, частных собственников, будущих бизнесменов. Очень многие из того поколения бизнесменов потом стали миллионерами, богатыми людьми, руководили крупными предприятиями и сейчас продолжают руководить. И они вышли из той когорты, из того состава. Если говорить об экономических процессах, то выдающимся достижением Ейдара Олива я считаю достижение Азербайджаном экономического суверенитета. Экономический суверенитет – это немножко не совсем… Нельзя проводить точную параллель с политическим суверенитетом. Потому что политический суверенитет – это политическая независимость. У тебя все-таки это очень сильно связано. Связано, но их нельзя… И там параллель невозможна. Потому что политический суверенитет – это политическая независимость. В то время как экономический суверенитет – это не экономическая независимость. Экономических независимых стран в мире не бывает. И очень часто, чем больше вы зависите от других, и чем больше другие зависят от вас, тем лучше. Но экономический суверенитет все-таки существует. Он имеет вполне конкретные измерения. Я выделяю обычно три компонента экономического суверенитета. Первый – чтобы страна сама выбирала свою систему. Чтобы народ сам определял, по какому пути хочет пойти. Тут есть такой нюанс. И эти все параметры, о которых я буду говорить, они все имеют измерения. Их можно измерять. Вообще экономисты, в отличие от других обществоведов, мы тоже обществоведы. Но в отличие от других обществоведов, мы говорим только о тех вещах, которые измеряются. Которые можно измерить. Так вот, экономический суверенитет измеряется. Первый критерий – это самостоятельность принятия системы. В определении системы. В первые годы независимости Азербайджан испытывал остырящую нехватку финансовых ресурсов. И получал большие кредиты. Главным образом из всех международных финансовых институтов. Но главным образом от Всемирного банка и МВФ. Но эти кредиты сопровождались советами, скажем так. Советы были почти обязательны к исполнению. То есть тебе говорили, мы тебе дадим кредит в миллион долларов, но ты должен упразднить вот эту структуру и создать такую-то. В принципе, работа МВФ не изменилась по отношению к другим странам. Они точно так же и сейчас действуют. Ну, когда какая-то организация дает деньги в долг, то она вправе ставить какие-то условия. Нельзя сказать, почему вы ставите условия. Нам эти условия тоже ставили. Но вот мы достигли какого-то периода, когда мы перестали брать эти кредиты. И Азербайджан перестал слушать советы такого порядка. Точнее, советы он слушал, но они уже не были обязательными к исполнению. Это очень большая самостоятельность в принятии решений. Второй критерий экономической самостоятельности – это насколько страна в состоянии финансово себя обеспечивать. Этот критерий имеет ряд показателей. Например, можно воспользоваться соотношением международных валютных резервов к импорту. Например, он будет показывать, сколько месяцев вы могли бы обходиться вообще без ничего, если бы вдруг не было бы никакого производства продуктов. То есть, сколько месяцев вы могли бы, ваши резервы могли обеспечивать вашу жизнедеятельность. По всем подобного рода параметрам, Азербайджан явно превосходил уже тогда, а сейчас тем более превосходит, все страны постсоветского пространства. То есть, если вы берете соотношение, не просто абсолютную цифру, а соотношение, у меня есть с собой некоторые цифры, я просто не хочу загружать, перегружать цифрами. По сравнению со всеми другими постсоветскими странами, Азербайджан по этим параметрам обладает большим суверенитетом экономическим. Это было еще одно великое достижение. И еще, конечно, великим достижением является нефть. Да, вот касательно нефти, действительно, ведь экономический бум в Азербайджане, такое очень интенсивное экономическое развитие, именно началось с нефти, с подписания контракта века, с разработки месторождений Азерича Рагинашлей. Как вы считаете, возможно ли было этого достичь без перехода к рыночной экономике? Ну, вообще-то говоря, эти два процесса не так сильно взаимосвязаны. Возможно ли было привлечь иностранных инвесторов в такой проект? Да, конечно. Иностранные инвесторы такого масштаба, как БП и остальные, с одинаковым успехом работают как в диктатурах, так и в авторитарных странах, ну и, естественно, и в демократических. Их интересует доход, нефть и так далее. И там политический строй этой страны не столь важен. Но, конечно, если вы демократическая страна, если у вас рыночная экономика, то, естественно, вам проще с ними разговаривать. И тогда вы можете привлекать к этим нефтяным контрактам, к их подписанию не только сами компании, но и политическую власть тех стран, с которыми вы сотрудничаете. Что и произошло в 1994 году, в сентябре, когда мы подписывали первый контракт. Причем первоначально это был огромный контракт по своим финансовым масштабам. Он стоил 7,4 миллиарда долларов. Это огромные были деньги по тем временам для азербайджанской экономики, когда это было сопоставимо с экономикой в целом. Правда, потом по этому контракту было вложено значительно больше ресурсов. Если я не ошибаюсь, это где-то в районе 40 миллиардов долларов. Возможно, больше. Но тогда уже это был огромный контракт. Но нефть и нефтяной контракт первые, а потом были последующие. Было много контрактов, кстати. Не по всем контрактам была обнаружена нефть. Но они все были нужны. У меня такое ощущение, что Гейдар Алиев в то время как бы очерчивал азербайджанский сектор Каспия этими контрактами. Это был своеобразный забор. Вы знаете? Причем забор очень такой политически любопытный. На севере, если это были контракты по северной зоне азербайджанской границы в Каспии... Ну, вы, конечно, помните, что статус Каспия очень долго оставался нерешенным. Это порождало огромное количество проблем. Потому что одни страны говорили, что это море, другие говорили, что это озеро. А там совершенно разные принципы разделения морского дна. Так что там споры шли очень сильно. Азербайджан сказал, что есть азербайджанский сектор. И начал строить забор по своей территории, по своему дну Каспийскому. Северные контракты предпочтительно отдавались, создавались, обрабатывались с участием российских компаний. Южные, иранские компания, восточные, туркменские, еще каких-то компаний. И они все были довольны, что они вовлечены в эти контракты. Но в итоге Азербайджан получил свой сектор. И уже те контракты, по которым мы добывали основную нефть, они уже не вызывали каких-либо споров. Но это наблюдение со стороны. Возможно, я ошибаюсь. Но если я не ошибаюсь, то это была очень большая политика. Назима, действительно, опять отметить, что нефть стала основой на тот момент азербайджанской экономики. Но интересно то, что Гейдар Алиев не полагался только на нефть. И даже был создан нефтяной фонд для того, чтобы эти нефтяные деньги сразу не растратить, а оставить для будущих поколений. Как вы считаете, создание такого фонда, что это дало Азербайджану, что это дало нашей экономике? Подобные ресурсные фонды существуют во многих ресурсодобывающих странах. В странах, которые добывают нефть, алмазы и так далее. Они обычно создаются для того, чтобы обеспечить будущее. Потому что та нефть, которая сейчас находится под нашей землей, она ведь не только наша, не только нашего поколения. Эта нефть принадлежит нашим детям, их детям, их детям и так далее. И для того, чтобы обеспечить такую преемственность в использовании этих ресурсов, обычно создают такие фонды. В Азербайджане нефтяной фонд создавался не только для этого, но и создавался для решения насущных, самых остерейших социальных проблем. И вы знаете, это очень интересно, что первые деньги из этого фонда, первые поступления в этот фонд Азербайджанец тратил на социальное обеспечение беженцев и вынужденных переселенцев. Это такое счастье, что сейчас их уже нет у нас, потому что они имеют возможность возвращаться на свои места, на свою родину. Но, к сожалению, беженцы из Армении до сих пор не имеют такой возможности. Они здесь еще, да, но и они обустроены, слава богу, особых проблем не испытывают. Но если говорить о вынужденных переселенцах и о беженцах тоже, конечно, они ведь жили тогда в совершенно ужасающих условиях. Ужасающих, нечеловеческих условиях, буквально. И вот государство начало им помогать. И первые наши доходы в нефтяной фонд пошли именно на эти цели. И в последующем мы из нефтяного фонда постоянно выделяли деньги на решение социальных проблем. И некоторые крупные инвестиционные проекты финансировались из нефтяного фонда за все эти годы. Но все-таки это резерв. В своей основе это резерв для будущего. Это резерв, который придает уверенность стране, потому что она становится экономически независимой. Она может в любой момент воспользоваться какой-то частью этих денег, для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. И это придает уверенность стране, ее руководству и народу. Ну и, наверное, последний вопрос у меня будет к вам, учитывая то, что наше эфирное время подходит к концу. Продолжателем политики Гейдара Алиева стал его сын, президент Ильхам Алиев. Как вы считаете, какую роль в обеспечении экономического развития сыграла вот эта преемственность политики, которую мы видим? Преемственность там прямая. Потому что Гейдар Алиев, как мы уже подробно об этом поговорили, видимо, еще до развала Советского Союза понял, что от этой системы надо отказаться. И надо пойти по другому пути. И он начал строить в Азабаджане рыночную экономику. Создал основы этой экономики и так далее. Ильхам Алиев, он, по моим оценкам, он либерал по своим очень глубоким убеждениям в экономике. Все реформы, которые ему предлагают обществу за последние годы, посмотрите, все программы, основные направления, главные приоритеты до 30-го года, ну и все остальные программы, которые мы принимали за последние годы, они все направлены на дальнейшую либерализацию экономики. На уменьшение государственного вмешательства в экономику. То есть преемственность тут совершенно очевидная. Сейчас, правда, у нашего президента, так же, как и у нашего народа, в главных приоритетах немного другие вопросы. Потому что сейчас надо восстанавливать Карабах и надо возвращать людей туда. Причем стандарты ведь восстановления определены. Я говорил как-то об этом из этой студии, что стандарты определены на очень высоком уровне. Ну, как вы вначале отметили, легче сразу сделать хорошо, чем переделывать. Да, но там как раз мы делаем сначала все с нуля. Там нет ничего такого, что нужно отремонтировать. Можно отремонтировать. Там все создается с нуля. Но с нуля создается на очень высоком уровне. Это не просто среднеазербайджанский уровень. Это уровень уже нормального мирового масштаба. Среднемировой уровень, скажем так, если еще выше. Поэтому это очень большой приоритет. Огромные инфраструктурные проекты. Потом ведь переезд этих людей в те места вынужденных переселенцев. Это ведь не просто переезд. Даже пусть у них там есть дома, которые всем обеспечены. Внутри там все есть. Но тем не менее они должны где-то работать. Там должна возникнуть какая-то общинная жизнь. Там должна социальная сфера работать. Школы, больницы и все прочее. Это должно быть функционально все. И это должно быть синхронно еще. Это ведь очень сложно. Вы знаете, если у вас нет больницы, люди не могут жить. Потому что если кто заболеет, некуда пойти. Если есть больница, никто там не живет. То зачем эта больница и зачем там держать врачей? То есть все должно иметь некоторую синхронизацию. Синхронность. И это все делается на самом высоком уровне. Поэтому сейчас, я думаю, что на ближайшие годы это главный приоритет. Но это не отменяет задачи дальнейшей либерализации экономики и уменьшения государственного вмешательства в экономику. Что, с моей точки зрения, вполне успешно делается. И общественное доверие президенту сегодня на невероятно высоком уровне. Он обладает просто зашкаливающим совершенно рейтингом. Это позволяет стране и президенту свободно принимать решения. И слава богу, эти решения принимаются правильно. Так что я желаю ему и всем, кто ему помогает, больших-больших удач и больших успехов. Поздравляю всех вас и всех вас с завтрашним днем. И надеюсь на то, что через год, через два, через пять, через десять лет, когда люди будут отмечать этот праздник, они будут жить в еще более красивом Азербайджане, в более богатом Азербайджане, в более свободном Азербайджане, в лучшем Азербайджане. И я абсолютно уверен, что так и будет. Спасибо большое, Назим Мали. Присоединяюсь ко всем вашим словам и пожеланиям. К сожалению, эфирное время наше подошло к концу. Напомню, что в гостях у нас в студии сегодня был Назим Музафарли, директор Института экономики, Министерства науки и образования Азербайджана, доктор экономических наук, профессор. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Сегодня мы говорили о Гейдаре Алиеве и о его экономических реформах, которые обеспечили процветание Азербайджана. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова